Коллабора CS Land Rover, фургон в стиле Хаммер, вездеход российского дизайнера и другие самые интересные проекты по созданию «Буханки», нового поколения внедорожный фургон УАЗ-452, который в народе известен под прозвищем «Буханка», является настоящим отечественным долгожителем. Автомобиль встал на конвейер еще в 1956 году и с тех пор выпускается без значительных конструктивных и внешних изменений. В 2020 году в сети неоднократно появлялись слухи о начале работ над новым поколением культовой машины, а соцсети наводнили многочисленные эскизы и рендеры будущего фургона от дизайнеров-энтузиастов. Стоит признать, что некоторые из них всерьез заинтересовали инженеров Ульяновского автозавода, которые неоднократно публиковали эти работы на своих официальных ресурсах. Впрочем, как выяснилось, работы в этом направлении велись и самим УАЗом на протяжении не одного десятка лет. Мы решили вспомнить самые интересные и необычные проекты по разработке преемника легендарной модели и выяснили, что из этого получилось. Самый первый прототип, как признался сам УАЗ, о новой Буханке, они впервые задумались очень давно. В 1960 году впервые появился проект по разработке преемника знаменитого фургона. Советские инженеры даже создали ходовой прототип будущего автомобиля с кузовом из стеклопластика. За внешность машины отвечал художник-конструктор Валентин Кобылинский из Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики, в НИИТе. Для будущего автомобиля он придумал очень необычную схему салона, когда водитель и пассажир расположены по обе стороны от двигателя, словно подвешены в люльках. Планировалось, что преемник УАЗ-452 будет выпускаться в двух версиях, легкий грузовик и микроавтобус, однако ни одна из этих версий серийного воплощения так и не получили. В самом УАЗ пояснили, что проект был признан, не очень удачным. Самым безумным проектом бесспорно стал УАЗ-452, превращенный в настоящую установку для запуска двигателей самолетов. Для этого фургон оснастили авиационным мотором Т-6, который разметили в кузове машины. Двигатель забирал воздух и разогревал до 200-220 градусов по Цельсию, а затем подавал его через специальные рукава к бортовому штуцеру самолета в авиадвигателя. После этих манипуляций агрегаты приходили в движение. Управление двигателем и системами установки велись с помощью специального пульта в кабине водителя. Не так давно сам УАЗ опубликовал в своих сетях изображения, буханки, нового поколения, над внешность которой работал российский дизайнер Андрей Давыдов. Впрочем, компании подчеркнули, что это всего лишь эскиз и попросили поклонников марки оценить его. Виртуальный прототип получил широкую колею, необычные зеркала заднего вида, новый передний бампер с защитной накладкой, узкую фронтальную светодиодную оптику и кузов белого цвета с агрессивными элементами. Большинство поклонников УАЗа положительно оценили возможный дизайн новой «буханки», отметив, что виртуальный концепт-кар выглядит свежо и стильно. УАЗ-452 с внешностью Land Rover Defender Очень необычным проектом в этом году отметился транспортный дизайнер Майк Тернер. Англичанин создал аналог легендарной «буханки» с внешностью нового Land Rover Defender. По мнению самого Тернера, у него получился идеальный полноприводный автофургон для проведения активных выходных. Стоит признать, что прототип от английского дизайнера выглядит очень необычно. Однако пользователям соцсетей футуристичный фургон понравился, и они в шутку посоветовали УАЗу задуматься о возможной коллаборации с Land Rover Defender. Причем у англичан уже есть опыт в разработке подобных машин, в 1970-х они выпускали похожие модели для британской армии. В свободную продажу такие автомобили не поступали, а ближайшим к «буханке» по типу автомобилем Land Rover стал «Хард Топ». Фургон для самого тяжелого бездорожья в свою очередь российское ателье Garage 4 и X4.ru решило поэкспериментировать с нынешним поколением фургона. В результате тюнеры создали очень брутальную «буханку». Правда, только в единственном экземпляре. Фургон получил кенгурятник со встроенной лебедкой, экспедиционный багажник и дополнительный блок освещения на крыше. Кузов машины окрасили в матово-серый кузов с ярко-алой полосой, которая добавила дизайну, нотки агрессии. В салоне установили спортивные сидения рекора красного цвета. В самом УАЗе признали, что фургон у тюнеров явно удался. Некоторые решения инженеры Ульяновского автозавода в будущем вполне могут применить на серийной «буханке» нового поколения. «Буханка» в стиле «Хаммер» еще одним очень неоднозначным проектом отметился российский дизайнер Александр Исаев, который решил объединить сразу две внедорожные легенды – УАЗ и «Хаммер». Автомобиль получил название «Эйч ААЗ», «Хаммер ААЗ». У американской машины прототип позаимствовал квадратную форму кузова и характерную решетку радиатора. Автомобиль комплектуется двухстворчатыми боковыми дверьми и может вмещать до восьми пассажиров. Кроме фургона, по задумке автора, машина может выпускать и в кузове пикап с 3700МВ грузовой платформой. «Эйч ААЗ» предлагают укомплектовать полностью независимой подвеской с гидравлическими амортизаторами. Клиренс необычного концепта – 575 мм. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите ваше мнение в комментариях.